МОГИЛЁВСКАЯ ОСТРАДНАЯ ПЕВИЦА 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 глаза слушатели конечно если у тебя получается вот это с того стоит это стоит волнение это стоит переживаний каких-то дискомфорта какого-то эмоционально это стоит всего ну молодец молодец все сделала молодец дети взрослеют потому что у них совершенно другой уровень ответственности вот и все-таки конкурс соревнования не как спортсмены они у них жестче как сказать психологическая закалка они уже умеют бороться но а а а а и а а а а и а а а а Первое мое высшее образование — это педагог-психолог университета Кулешова я закончила. Так было давно, это вообще как будто было в другой жизни. Я даже, как вам сказать, интересно, увлекательно, временами сложно, как и у всех студентов. А потом поступила в наш университет культуры на эстрадное отделение, соответственно. Она его закончила у Татьяны Дробышевой и стала профессиональным артистом, педагогом по вокалу уже дипломированным. Многие говорят, скорее бы учеба закончилась, получить диплом и пойти работать. У меня была история другая, я с таким удовольствием ездила в Минск. Я просто, знаете, ощущение было, пьешь, не можешь напиться вот этим атмосферой творчества. Во-первых, замечательный педагог Татьяна Николаевна Дробышева, она очень многое дала мне, многому научила, прям революцию сделала в голове. Ну и сама вот эта атмосфера, когда коллеги-музыканты, вот такой творческий процесс, это, конечно, очень интересно. Это было сначала очень страшно, потому что я видела своих коллег, которые на две головы выше, и я понимала, что я не дотягиваю. Я очень это понимала. И было такое желание, знаете, схватить необъятное сразу, чтобы все получилось, а так же ж не бывает. Это же все постепенно, шаг за шагом, месяц за месяцем, год за годом. И было такое ощущение неуверенности, но желание не быть хуже. Вода до дна, плыве одна, Верами смутными застится. Хоть по воде, Господь и день, Вода до берега ластится. Лодка белая, Отплывая от берега До другого берега Править лодка белая, Там на берега других, Веросковый синий дыр. Если я чувствую, что у меня мурашки от песни, если я чувствую... Я иногда слышу песни, даже детям выбираю в репертуар, у меня бывает до слез. И меня она настолько трогает, что я не могу уснуть, я не могу успокоиться. Это... Я не знаю как. Это просто чувствуешь кожей, сердцем. Вот, как-то так. Места хватит на сцене всем. Главное, чтобы эта конкуренция была здоровая. Вот, это важно. И у каждого артиста свой стиль, свой образ, своя какая-то тематика, свое направление. И, соответственно, свой слушатель. Вот, поэтому я считаю, что всем хватит места, если человек действительно профессионально работает, старается и что-то делает. Есть какой-то продукт творческий, чтобы показать зрителю. Потому что просто перепевать чьи-то песни — это одно. А свое что-то делать — это совершенно другое. Это очень ответственно. Потому что чем выше твой статус, тем больше к себе придираешься. Как ты выглядишь? Что ты поешь? Как ты поешь? Как ты вообще доносишь это до зрителя? Смысл того, что ты доносишь до зрителя? Там, где тебя уже нет, зажигается звезда. Где-то горит рассвет, трудно без тебя. Там, где меня уже нет, не забудешь никогда. Наши любви секрет, сохранишь ты навсегда. У каждого поколения есть свои какие-то песни, те, которые любят именно это поколение. Понимаете, о чем я говорю? Сейчас молодежь, подростки слушают одно. Допустим, песни моих родителей — это не то, что любило мое поколение. Вот, она, конечно, мода на песнь есть, но если песня настоящая, если она становится шлягером, эта песня вечно. И то, и то развивает. Карьеру и творчество. Во-первых, для себя это рост. Пройти конкурс — это дорогого стоит. Психологически и как музыканту. Вот, допустим, один из таких моих ярких конкурсов, вот в 2009 году проходил, тут диплом висит, молодечно проводит наш маэстро Михаил Яковлевич Финберг. Во-первых, исполнение песни с оркестром. У меня до этого был самый первый опыт. С таким оркестром работа. Все замечания Михаила Яковлевича. Вот это вот уровень ответственности. Такая творческая атмосфера на таком уровне. После него уже просто не имеешь права брать планку ниже. Я нашла в интернете этот конкурс, послала туда заявку. Там был такой вопрос, почему именно вы хотите участвовать в нашем конкурсе. Я написала, я очень хочу, ну очень, и все. Ну я не рассчитывала, что меня возьмут, честно говоря. Прошло два дня, и мне пришел ответ. Вот, ну там видео, песни, все они прослушивают. Да, ваша заявка принята, пожалуйста, мы вас ждем. Конкурс очень интересный. Проводит его школа телевидения Останкино. Проходит он в концертном зале Королевский Останкино. Значит, разделен на 10 блоков. Каждый из блоков возглавляет какая-то звезда эстрады. Я попала в блок к певице Сагдяне. Был, например, блок, академический вокал возглавляла Любовь Казарновская. Народный вокал Марина Девятова. Также была Анжелика Агурбаш, Сати Казанова, ну и так далее. И каждый артист в своем блоке выбирал победителя. Вот, и если артист захочет, понравилась песня, он может с тобой спеть дуэтом. Это как бы еще один такой подарок. Вот, ну в моем блоке получилось, что как бы я понравилась, 11 баллов получила, и еще одна девушка из Уфы. Вот, и Сагдяна согласилась. Мы пели одну песню «Птица без крыла». И получилось целое это трио в итоге. Ехала по Москве возле концертного зала «Олимпийский». Я так подумала, ох, если бы хотя бы один разочек, хотя бы просто там постоять, побыть. Ну, мечтать не вредно. Этот кумир у меня с 13 лет. Я когда впервые услышала этот голос, все, я просто влюбилась. И не то, что я бы так подумала, хочу быть, как она. Просто вот ориентир. Очень бы хотелось хотя бы чуть-чуть быть приближенной. Это Селин Дион. Вот, из 90-х, ну как бы мне было 13 лет, я услышала, и все. Просто очень люблю эту певицу, уважаю ее творчество, слежу за ней. Ну, как бы в течение жизни еще, еще, еще появлялись. Но вот такой кумир с детства, знаете, в детстве самые яркие воспоминания с детства. Вот она у меня осталась. Селин Дион. Меня в этой жизни радует многое. Радует, когда у близких, у родных все хорошо. Радует, когда мои ученики достигают каких-то успехов, даже маленьких. Даже на том же самом уроке, если я вижу, что у ребенка чуть-чуть получил, вы бы видели эти глазки. Эти счастливые глазки, когда получилось даже то же самое упражнение. Вот, не говоря про успехи, там, победы и так далее. Радует, когда получается хороший продукт, песня. Когда я вижу, что зрителям она нравится, слушателям. Есть отдача. Вот это радует. Ну и вообще, жизнь, в принципе, она дана одна. Жить и не радоваться жизни, это не есть нормально. У каждого человека есть свое в жизни предназначение. Рождается ребенок, и ему откуда-то сверху дано что-то свое. Кто-то классно рисует, кто-то классно танцует, кто-то классно поет, кто-то классно, ну не знаю, крестиком вышивает. И вот я считаю, человек после себя должен обязательно оставить след какой-то, то, что в зерно вложено в него, просто чтобы оно было раскрыто максимально.